И первый раунд. Пока Дэвид Касперский работает первым номером, поддавливает своего соперника. Исповедует он такую хорошую силовую технику. Мы видим акцентированные удары руками и ногами. Уитусисо тоже хорошо отвечает. У него длинные жесткие руки. Пока что идет разведка. Оба не форсируют события. Хотя, конечно, поляк поддавливает. Больше ударов он выбрасывает и руками, и ногами. Ну вот, оба бойца перешли к более активным действиям. Пускают вход колени. Хорошая попытка была со стороны француза встретить коленом в голову. Чуть-чуть не дошло колено до подбородка поляка. И хорошие прямые удары ногой. Мы смотрим, что француз немножечко пообвыкся и начал проявлять активность. Ну что ж, первый раунд прошел с небольшим преимуществом. Польского бойца. Заметно повторяю удар с разворотом ногой. Попал в область шеи. Француз. Так, второй раунд. Примерно по такому же сценарию он начинается. Дэвид Касперскин начинает поддавливать своего соперника. И вот пропускает навстречу левым прямой удар. Француз очень опытный боец. И несмотря на то, что первым номером работает поляк, думаю, что Аристот Кутисо еще может показать, что не зря он выигрывал мировое первенство по версии К1. Да, вот, пожалуйста, левый, правый навстречу. Поляк всем видом показывает, что ничего не произошло. На самом деле это звоночек. Понимает Дэвид, что ему сейчас нужно выигрывать концовку. Иначе второй раунд он проигрывает. Пошел он вперед. Француз действует от защиты, но действует очень грамотно. Он экономит силы. Но при этом попадает достаточно четко и опасно. Иначе второй раунд он проигрывает. Действует французский кикбоксер. Снова Дэвид пропускает несколько ударов руками. И я считаю, что второй раунд таким достаточно хорошим преимуществом выигрывает француз. Очень интересный поединок мы наблюдаем. И вот мы видим, как французский кикбоксер попадает навстречу. Еще раз. Ну что ж. Дэвиду Касперскому есть о чем подумать. Нужно как-то переломить ход поединка. Потому что если продолжится поединок по той же схеме, то тут недалеко и до проигрыша. Очень техничный француз. Несмотря на то, что Дэвид Касперский такой ярко выраженный агрессор, это совершенно французского кикбоксера не смущает. Работает он спокойно вторым номером и попадает вновь и вновь. Вообще, чем больше я сейчас смотрю этот поединок, тем больше мне нравится техника французского кикбоксера. Хотя, конечно, мы знаем, какие тяжелые удары у Дэвида Касперски. И до последней минуты будет у него шанс. Он на него будет, естественно, надеяться. Идет он вперед. Атакует постоянно. Хороший лоу-кик пробил поляк. И снова Аристот Куйтусиса встречает его ударами левым, боковым рукой. Ну, третий раунд, на самом деле, такой тоже более-менее равный. Если первый раунд, по моему мнению, было преимущественно на стороне польского бойца. Второй раунд однозначно выиграл француз. Третий раунд пока достаточно ровно проходит. Подустали бойцы. Достаточно, несмотря на то, что в среднем таком темпе, но много сил они тратят. Вот сейчас и в ближнем бою. Вот сейчас на замедленном повторе вы видели, как хорошо француз уходит от ударов Дэвида Касперски и при этом наносит достаточно точные контратакующие. Удары попадают в голову. Был бы у француза потяжелее выстрел, он бы наверное еще раз уронил Дэвида. Он бы был бы Он бы наносит с avan. Он бы доск oops до урожаю. Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, ждем судейского решения Может быть за активность отдадут поляку Хотя мне, например, больше понравился французский кикбек Ариста Куйту Сиса выигрывает этот поединок Хорошую технику он показал Работал вторым номером, но при этом был более...